Добрый день дорогие друзья, с вами Магия Исцеления и я Марийка, Алексей за кадром. Сегодня, ну что значит сегодня, мы пришли собрать линянку. Вот такое растение, довольно таки сухое, жесткое, но я имею ввиду, что содержит мало сока. Это чисто степное такое растение в основном, стоит твердо на земле, не поддается ветрам, дождям и любой такой погоды, то есть у нее сила есть. Вот, если вы обратите внимание, то вышли травы для лечения эндокринной системы, они уже здесь. Это видео, в принципе, для женщин в основном, но и для мужчин, конечно, тоже. Обязательно при сборе одеваем рукавицы растения ядовитые. Я собираю частично все растения и также собираю только соцветия. Из этого растения я сделаю мазь. Чем линянка, ну, издревле знаменита, это тем, что она применяется в виде мази или вытяжки масляного из линянки. Применяется при лечении зоба. Ударение ставится на узлы в щитовидной железе, разные кисты. Мастопатия, если кто-то не знает, мастопатия – это видоизменение в груди у женщин. И мазь используется для лечения из линянки, а также профилактически, когда женщинам уже даже за 35. То есть переломный момент у женщины, там между 35 лет, то есть начинается уже медленно перестраиваться организм на том уровне, что женщина этого еще не чувствует. Но обычно к 40 годам, 42-43, организм уже начинает активно перестраиваться. То есть женщина переходит, ну, кто-то плавно, а кто-то очевадно и очень неприятно переходит в менопаузу. Такова природа. Поэтому линянка – это бесценное растение для профилактики всяких неприятных заболеваний щитовидной железы. Она применяется таким способом, когда три раза в день в течение двух месяцев ставится даже компресса из мази, либо наносится мазь на область щитовидной железы. Да, она вот тут у нас ниже находится. И линянка, она рассасывает, экстракт линянки, он рассасывает всевозможные узлы щитовидной железы, рассасывает кисты. И, конечно, сам орган, он просто, ну, магическим способом для меня восстанавливает до его нормальных анатомических форм. Я не призываю людей бросать сейчас хормоны, если вы принимаете для щитовидной железы и собирать линянку и делать мази. Это просто как бы параллельно может быть с лечением при щитовидном зобе или других неких нарушениях. Чем еще полезна линянка? Линянка очень полезна для всевозможных ран, ушибов, при болях в суставах. Но, опять же, второе место линянка составляет по тому, что она очень хорошо лечит геморрой. То есть это касается и женщин, и мужчин, и вообще людей. И линянка очень успешно справляется с геморроем. Как-нибудь про геморрой я, может, запишу видео. Об этом я говорила в погружении Мир Трава. У меня в сообществе есть, или у нас в сообществе есть видео, где я рассказываю. Геморрой – это воспаление геморроидальной вены. И она находится, скажем так, в нестерильной образе для нашего тела. Нестерильной, как ртовая часть, так и иная часть, выход из тела, анус. В ней часто происходят застои венозной крови, когда зашлакована печень. Когда печень не справляется со своими функциями, не выделяет активно желчь, как она должна. Желчь должна постоянно циркулировать в организме. Это очень важно, они застаиваются. Поэтому эта кровь, насыщенная токсинами, которыми не справилась печень, вот именно она собирается в геморроидальной вене. И потом вена воспаляется. При самом удобном случае. Тяжелые подняли, или женщина, схватки начались. Или беременная женщина, она, в частности, печень работает за двоих. И у плода, и у женщины. Ну и при всяких стрессах и так далее, проявляется вот этот вот цветет хеморрой. Так что льнянка очень хорошо справляется. При возможности я запишу, как делать мазь из льнянки. Но хотела еще закончить свое видео тем, что, смотрите, вышли травы в начале весны для чистки крови и лимфы. Об этом уже делали видео. Постепенно выходят сильнее травы, которые чистят на более глубоком уровне и на клеточном уровне. Еще больше глобальную чистку производят уже внутренних органов, то есть печени, кишечника, сосудов и так далее. А вот сейчас уже выходят травы, которые отвечают за эндокринную систему, за наш вот именно обмен веществ. У женщин, ну в принципе и у мужчин связь щитовидной железы с половыми органами, то есть у мужчин это простата, у женщин это яичники, это А и Я. Это весь алфавит мыслей, эмоций, поступков, огорчений, болей, ну и так далее. Если у вас какие-то стрессы, тяжелые заболевания были или тяжелые жизненные ситуации, сразу реагирует, особенно у женских, такова уж у нас женская природа, щитовидная железа. От нее зависит дальнейшая работа наших всех эндокринных систем в брюшной полости, потому что печень взять, селезенку взять, поджелудочную железу взять. Ну все гормоны выделяют те или иные, все органы выделяют те или иные гормоны. И доходя до низа, конечно, перестают хорошо функционировать или выполнять свои функции надпочечники. И вот последняя стадия замыкается на половых органах, на нашей жизненной силе, потому что это вторая чакта проявления себя, проявления своей сути, понимания этих ситуаций, учиться реагировать по-другому. Ну вот наша переработка. Здесь отвечает, что мы не можем сказать кому-то. Глотаем эти невысказанные эмоции, невысказанные чувства. Глотаем этот яд сюда внутрь. И этот яд доходит до второй чакры и до первой тоже, тем паче разрушая весь баланс организма. Поэтому выходит линянка, я уже объяснила, это эндокринная система, верхняя. Клевер вышел. Клевер – это часть растения, которая содержит фитогормоны, эстрогены. Клевер – это цветок молодости для женщин. Делаются препараты на основе красного клевера именно при болезненных менструациях, при всевозможных нарушениях яичников, при миомии матки, при всяких вообще заболеваниях матки, в том числе и при менопаузе, когда у женщин не производится эстроген в нужном количестве. Вот заменитель женской природы – клевер. То есть у нас есть уже две травы, которые отвечают за щитовидную, за гормональную. Также клевер относится и к мужчинам, к простате. И появляется следующая травка, она распускается, тысячелистник. Вот три травы, которые как таблетка восстанавливает наш организм, если летом это собирать, не лениться и высушивать на зиму, и по курсам по два месяца пить, делать паузу. Льянка она не пьется, конечно, но клевер и тысячелистник. Смотрите, когда, вот представьте, рассасываются кисты. Это же стресс для организма тоже, это же рана. Льянка действует на рассасывание кисты. Идет быстрый обмен клеток, быстрое восстановление, наполнение, потому что травы действуют сначала, они увеличивают все то, что есть у человека как бы в виде болезни. А потом уже это начинают выводить наружу. И вот тысячелистник – это та трава, которая гормональная, считается тоже противовоспалительной. Она находит вот все эти ранки в теле и снимает воспаление. Тем более тысячелистник – это чисто женская трава, то есть для половой системы, скажем так. Она и регулирует месячный цикл, она употребляется при менопаузах, она регулирует, ну, у женщин кровотечения бывают. Так вот эта трава, травка, она в помощь женщинам при обильных кровотечениях, послеродовые кровотечения. Причем тысячелистник для мам очень полезен, кто кормит грудью, потому что тысячелистник, он, скажем, гонит молоко. Выделяет большее количество молока, и молоко становится совсем такое другое, ну, по качеству. А также попадая в организм ребенка, в принципе, он, ну, не дает никаких противопоказаний, нет. Конечно, нужно употреблять это со здравым умом, а не хвататься сразу за травы, без знания, без прочтения. Сейчас у нас все есть. Вот об этом хотела рассказать коротко. Получилось опять насыщенно, я думаю. Но должна быть логика, должна быть взаимосвязь нашего тела через наши глаза, душа. И наш дух рассказывает про то, что он, собственно говоря, знает. И так уже. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Магия Исцеления, Марийка. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Вы будете получать тогда следующее уведомление о наших видео. На консультацию вы можете записаться, найти нас в телеграмме, наше сообщество Магии Исцеления, а также чат Магии Исцеления, где вы можете задавать вопросы и записаться на консультацию. Потому что я рассказываю очень много про трав, у меня много рецептов. Но у каждого человека определенная миссия в этом мире, определенные заболевания. И каждый человек живет, собственно говоря, в своем мире. И питается он также. Поэтому я не могу для каждого человека сказать, вот это для всех, пейте. Для каждого человека нужно разобраться, откуда идет заболевание, почему, до какой стадии оно дошло. И как постепенно начинать это лечить. Плюс, конечно, взаимодействие с психосоматикой. Так что я даю советы. А вы будьте, пожалуйста, очень осторожны. Потому что сначала надо подумать, как вы живете и как вы чувствуете травы. Может, это для вас вообще не подходит. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.